Продолжение следует... Я думаю, что те, кто ее еще не получил, вот это замечательное издание на русском языке обязательно в скором времени получатся. Я, конечно, хотел бы в первую очередь выразить огромную благодарность форуму, российско-австрийскому форуму общественности «Сочинский диалог» и лично Андрею Александровичу Курсенко за то, что площадка российского исторического общества выбрана в качестве места для проведения этой презентации. Я должен передать всем участникам нашей встречи самые теплые пожелания от председателя российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина, который как раз сегодня утром выступал на форуме уроки Нюрнберга. Я в этой связи хотел бы буквально пару слов сказать. Очень символично, что презентация проходит в день 75-летия начала Нюрнбергского процесса. И мы с вами прекрасно знаем, что именно вопросы обращения с военнопленными, в частности с советскими военнопленными, а практика этого обращения нарушала все законы и обычаи ведения войны, стала одним из предметов рассмотрения Нюрнбергского трибунала. На портале российского исторического общества размещена и постоянно пополняется электронная библиотека исторических документов. Этот ресурс делает доступным для неограниченно широкого круга исследователей, любителей истории, те документы, которые ранее в составе тех или иных документальных публикаций были изданы, но стали в частности библиографической редкостью. И в том числе там есть документы Нюрнбергского процесса, по которым возможен, как и со всем остальным документом, сплошной контекстный поиск. Мне кажется, это очень важно об этом сегодня сказать. И я когда готовился к нашей презентации, я посмотрел, собственно, приговор Нюрнбергского трибунала. Я хотел бы буквально на нескольких позициях остановиться и напомнить, что говорилось в этом приговоре. В частности, об обращении с советскими военнопленными. Оно, как говорится в этом тексте, характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась результатом не только действия отдельных членов охраны или условий жизни в лагерях, находившихся до крайности. Она являлась результатом систематического плана совершения убийств. И 8 сентября 1941 года были изданы правила об обращении с советскими военнопленными о всех лагерях, подписанных генералом Рейнеке, начальником управления по делам военнопленных в Верховном командовании. В этих правилах говорилось, вот к вопросу о том, что на советских военнопленных не распространялась Женевская конвенция, потому что Советский Союз вовремя ее не подписал. Говорилось, большевистский солдат потерял право на то, чтобы с ним обращались к честным противникам в соответствии с правилами Женевской конвенции. При малейшем намеке на неподчинение, особенно в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ обижалось нам энергичного действия. Каждый, это уже относится к офицерам вермахта в том числе, каждый, кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточно энергично, подлежит наказанию. И здесь же в этом тексте есть выдержка из документа, подписанного 15 сентября 1941 года адмиралом Канарисом, начальником военной разведки вермахта. Он тогда заявил, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными не распространяется на отношения между Германией и СССР, поэтому применимы лишь принципы общего международного права об обращении с военнопленными. Начиная с XVIII века они устанавливались постепенно на той основе, что пребывание в военном плену не является ни местью, ни наказанием, но исключительно применительным заключением, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Этот принцип развивался в соответствии с точкой зрения, разделявшейся всеми армиями, о том, что убивать беззащитных людей или наносить им вред противоречит военной традиции. Приложенные к всему декрету в обращении с советскими военнопленными базируются на совершенно противоположной точке зрения. И вот на это Кейтер тогда написал, что эти возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии. Поэтому я, пишет Кейтер, одобряю и поддерживаю эти меры. И, конечно, вот эта книга, о которой мы сегодня говорим, в которой подчеркивается в том числе то, что военнопленные передавались вне всяких правил, вне всяких обычаев, не говоря о законах из лагерей вермахта в лагеря СС, в лагеря Гестапо, говорит о том, что здесь вообще никакие, по сути, правила не действовали и не применялись. Но тем важнее исследование этого вопроса направлено на то, чтобы в конечном счете мы бы смогли узнать правду, достоверную и точную информацию по возможности обо всех узниках нацистских концлагерей. Я хотел бы передать слово Андрею Александровичу Курсенко. Спасибо, Константин Ильич. Дорогие друзья, мы сегодня презентуем книгу, которую уже сказал Константин Ильич. Книгу очень интересную. Книгу, которая была презентацией, которая на немецком языке была, состоялась совсем недавно, в конце 2019 года. Прошло меньше года, и мы сегодня представляем русский перевод. И нам, Российско-Австрийскому форуму «Общество-Сочинский диалог» выпала большая честь поддержать издание этой книги. Сегодня на презентации присутствуют авторы издания, присутствуют те историки, те специалисты с обеих сторон, кто принимал участие в продвижении этой книги. Я хочу несколько слов сказать. Константин Ильич, в общем, мне кажется, очень хорошо ввел нас в эту тему. Добавить почти нечего. Я хочу сказать только одну вещь. Эта книга очень тяжелая, жестокая книга. И это тяжело даже читать. Читать сегодня, когда прошло уже 75 лет после начала Нереберского процесса. Прошло, когда как бы все это закончилось. И все равно, когда читаешь эту книгу, когда вот эта вот страшная система, которая в каком-то смысле была нацелена на уничтожение определенных групп людей. Вот мы говорим, мы часто говорим о геноциде. Но в каком-то смысле можно сказать, что это и был пример такого геноцида. Людей, которые отбирались по принципу геннадежности каким-то обществом. И я повторяю, это очень жестокая книга. Но есть и вторая вещь. Это книга трогательная. Потому что из этой книги видно боль авторов за то, что происходило очень давно. Восемьдесятых лет тому назад. Она посвящена, книга посвящена Евгению Жукову, 22-летнему лейтенанту, чья судьба описана в издании. Он попал в плен в 1942 году. Мы видим его карточку, учетную карточку военно-пленного. В 1944 году он был отправлен на юго-запад Германии. В 1944 году он сбежал, был пойман, отправлен в Маутхаузен. Что дальше с ним, никому не известно. Но в книге подчеркивается, что это судьба десятков тысяч таких же молодых людей. И что книга написана в том числе для того, чтобы мы никогда не забывали об этом. Чтобы мы об этом помнили. Чтобы мы никто не мог повторить, подумать о том, чтобы сделать шаг к возможному повторению этих вещей. Книга – результат 30-летней работы авторов. Два эксперта, которые связывали десятки лет работы по общей теме. Работа в самых разных архивах. Мы очень надеялись, что они смогут лично презентовать эту книгу. К сожалению, обстоятельства непреодримой силы, а именно эпидемия, не позволило сделать это прямо сейчас. Я очень рассчитываю. Мы ждем авторов этой книги, которые согласились провести серию очных выступлений перед студентами гуманитарных вузов в Бронеже, Курске, Москве, Санкт-Петербурге. Но для этого надо, чтобы мы все вышли из эпидемии. Я думаю, что это произойдет. Сочинский диалог поддержит эту поездку. И я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто имел отношение к подготовке этой книги, к представителям архивов во всех странах. Я хочу поблагодарить посла России в Австрии, Дмитрия Евгеньевича Любинского, который был инициатором публикации книги на русском языке. Ну и, конечно, Российское историческое общество, которое предоставило нам эту площадку и много сделал для того, чтобы этот широкий круг участников сегодняшних был включен в наш общий разговор. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемый Андрей Александрович. Мы, конечно, бесконечно признательны и вам, и сочинскому диалогу. Но в первых же строках этой книги говорится о том, что вот этот большой подарок всем историкам, любителям истории был бы невозможен без личной инициативы посла России в Австрии Дмитрия Евгеньевича Любинского. Дмитрий Евгеньевич, мы на связи, мы вас видим. Пожалуйста, вам слово. Константин Ильич, спасибо большое. Огромное спасибо, Андрей Александрович, за ваши добрые слова. Я искренне рад приветствовать всех вас на презентации русскоязычного издания книги «Советские военнопленные» в системе конституционных лагерей Германии. Мне сказали, что у нас сейчас почти 40 онлайн-включений, и мои слова признательности адресованы прежде всего российскому историческому существу за возможность пообщаться на этой платформе. Со многими из вас мы, к большому сожалению, уже довольно давно не виделись, и сегодняшний формат дает хорошую возможность совместно обсудить то, что наболело за это время. Я должен подчеркнуть, что, конечно, очень радно, что книжка вышла в год 73-е победы в Великой Отечественной войне и окончании Второй мировой войны. В этом есть очень большая заслуга активистов Российско-Австрийского форума общественности «Сочинский диалог», которые в нынешнее непростое время сумели, как было упомянуто всего за 9 месяцев, организовать подготовку, и, собственно, перевод этой тяжелой, но очень нужной книжки на русский язык. Каким-то буквально чудом эта книжка «Русский перевод» добралась уже до Вены, и мы даже успели многим австрийским друзьям ее разослать, и этот процесс у нас продолжается. Конечно, особенно символично, что наша презентация проходит именно сегодня, в день 70-летия начала эльберского процесса. Президент Российской Федерации тоже сегодня говорил об этом, давал оценки. 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом предстали главные нацистские преступники. Нюрнбергский трибунал вынес приговоры в отношении верхушки Третьего Рейха и ее руководящих политических органов, утвердил принципы международного права, характеризующие деяния, являющиеся преступлениями против мира и человечности. Нацистская Германия и ее сателлиты совершили самые страшные в истории преступления и отнуть не только на поле боя. Миллионы людей самых разных национальностей были расстреляны, сожжены вместе со своими домами, стали жертвами варварских экспериментов, истязаний и голода в фабриках смерти. Самую большую цену пришлось заплатить на победу над фашизмом советскому народу почти 27 миллионов жизней, 15 миллионов из них – это виновные были гражданские лица, и многие тысячи из них были изуверенности и уничтожены в нацистских консульверях. Германия внесла решающий вклад в победу над фашизмом и освобождение народов Европы. Она подарила долгожданную свободу оставшимся живых узникам, узникам фабрики смерти, посвенцами, майданике, гребленке, равенсбрюке, загсенхраузе. Эти названия нужно помнить и нужно повторять. Отдельного упоминания заслуживает борьба с нацизмом, консульверситетом и армии. Вместе с другими участниками организовали побег более 300 человек, из которых почти 50 дожили до конца войны. А эсэсовцам пришлось затем сравнять лагерь с землей, чтобы ничто не напоминало об удавшемся застании. Считаю сегодня необходимым, конечно же, вспомнить организованные советскими офицерами в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года побег из барака смертников номер 20 в фонслагере Маутхаузен. Только 9 беглецов из 419 избежали смерти. Остальные были жестоко убиты. В ходе цинично названной нацистами мюльфильтерской охоты на зайцев. Мюльфильтер Хазньяк. Яркий пример героизма продемонстрировала простая австрийская семья Лангталяр, которая в течение, это сложно себе представить, 92 дней рискуя жизнью, скрывала у себя двух узников Михаила Рыбчинского и Николая Цинкала. В нашей стране всем, конечно же, известно имя героя Советского Союза генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, прошедшего через множество концлагерей. Карбышев остался верным воинскому долгу, который в числе 500 других заключенных был зверски замучен нацистами в ночь на 18 февраля 45-го года в Маутхаузе. И именно в этом году я могу с особым чувством сказать о том, что общеобразовательная школа при посольстве Российской Генерации в Австрийской Республике получила имя генерала Карбышева и с гордостью носит и будет носить это имя. Вышедшая в свет книга о советских военнопленных в системе концлагерей Германии содержит сведения об этих и многих других фактах. И она должна стать зримым напоминанием об исторической паде событий Второй мировой войны, какой бы страшной она ни была. Прежде всего, для ряда хорошо известных европейских стран, где мы с большой тревогой наблюдаем ползучую реализацию нацизма, с биениями и даже сожжениями людьми, людей, факельными шествиями и постыдной войной с памятниками. На этом фоне я должен отметить завершенный ответственный подход Австрийской Республики к тому, что называется культурой памяти, осмыслению темных страниц своего прошлого, в других слов заслуживает цивилизованное, внимательное отношение австрийских властей и к уходу за советскими воинскими захоронениями и мемориалами на австрийской земле. И последнее. Я хотел бы выразить искреннюю признательность авторам книги, очень сильным историкам, Рейнхар Готту и Рольфу Келлеру, с которыми я имел удовольствие познакомиться и пообщаться в прошлом году в Вене. Уже тогда проходила презентация этой книги здесь, и тогда родилась, собственно, сама идея организации русскоязычного перевода. Восочинский диалог я уже упомянул, я считаю, что это очень значимый проект, и такие проекты, несомненно, играют большую воспитательную роль. Мы обязательно проведем презентацию русскоязычного перевода этой книги в нашем посольстве, как только позволит сама обстановка. И я очень рад тому, Андрей Александрович упомянул об этом, что немецкие историки продолжат свои гуманитарные проекты, их выступление в целом ряде российских гуманитарных вузов будут ждать большим интересом. Я очень рад с этим участников приветствовать представителей российско-австрийской комиссии историков, академика Леана и профессора Карнера. Вы совместно делаете очень большое и важное дело для наших мусторонних отношений, для взаимопонимания молодежи наших стран, которым строить наше общее будущее. Я знаю о том, что в недельник 23 ноября у вас строится круглый стол, посвященный совместным страницам этой же историей. Я обязательно подключусь и приму здесь. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Мы просим выступить автора книги Рольфа Келлера. Пожалуйста, господин Келлер, вам слово. Добрый день. Мне нужен какой-то знак, что вы меня понимаете. К сожалению, я не слышу перевода, русского перевода, и у меня так и не появился канал перевода. Кто-то может дать мне какой-то знак, что меня слышно? Я могу говорить дальше. Да, да, хорошо. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в издании этой книги. Спасибо за презентацию этой книги в таком кругу. И спасибо, конечно, моему савтору, господину Рейнхарду Отто. Спасибо всем, кто помог подготовке и изданию этой книги, в том числе на русском языке. Это очень обширный список людей. Некоторые из них сейчас присутствуют здесь на презентации в качестве слушателей. Спасибо огромное тем коллегам, которые работают в архивах, с которыми мы поддерживали тесные контакты. всех перечислить я не могу. Конечно, спасибо тем, кто оказал финансовую поддержку. Господин посол Люблинский, спасибо за вашу инициативу перевести эту книгу на русский язык. Спасибо, господин Чипов, за реализацию этого издания. Также спасибо господину Ланнику, который перевел эту книгу. Спасибо Екатерине Киселевой, которая занималась редактурой и исследованиями, которая помогала нам в нашей исследовательской работе. Виктор Мухин, его тоже хочу назвать по имени. В свое время он служил полковником в Генштабе и сейчас он помог обеспечить доступ в архивы русских вооруженных сил. В частности, речь идет об архиве в Подольске. Центральный архив Кроме этого, стоит упомянуть также проект картотеки Вермахта. Очень полезен был доступ в архивы КГБ в России, в Беларуси. Этот доступ был возможен отправной точкой для того, чтобы можно было вести другую работу, чтобы эту работу можно было вести в том числе в режиме онлайн. Собственно, что касается соавтора, мы уже работаем в течение 30 лет вместе. Даже если мы не работаем в одном месте физически, мы работаем над одной темой. Наше исследование ведутся не в рамках какого-то университета или исследовательского института. Мы повстречались, когда работали с памятниками погибшим. И речь, допустим, шла о лагере Зелевс на севере Германии. это один из лагерей, который был так называемый русский лагерь. И там есть кладбище, где сейчас лежат между 10 и 12 тысячами пленных. И в свое время мы начали совместную работу над исследованием истории этого места. Мы очень плотно работали вместе. но кроме этого мы общались с другими исследователями, которые также занимались не только темой советских военнопленных, но и другими вопросами. И в последнее время мы также получили много интересных материалов из Центрального архива КГБ ЦАМО. Конечно, это улучшило наше понимание всей проблематики. В последнее десятилетие было много публикаций. Иногда это достаточно небольшие публикации. В частности, они касались передачи советских военнопленных силам Гестапо и СССР. То есть, речь идет о некой коллаборации между Вермахтом и ССР, Вермахтом и Гестапо, что упоминалось в контексте военных преступлений. ССР. Конечно, в этой книге нельзя отследить судьбу всех советских военнопленных. Это всего лишь сто, двести тысяч человек, а их были миллионы. И кое-что происходило только в рамках компетенции Вермахта. Здесь мы посмотрели на проблематику несколько иначе. Я думаю, что мне не нужно рассказывать обо всём, о чём рассказывает книга. Но, тем не менее, речь идёт о передаче военнопленных Вермахтам по разным причинам. Грубо говоря, Вермахт часто передавал грязную работу, так называемую грязную работу, другим инстанциям. Кроме того, речь шла о передаче активистов, коллаборационистов в руки СС для того, чтобы не нужно было больше заботиться об их судьбе. Что ещё важно упомянуть в этом контексте? Нужно понимать политику отдельных инстанций нацистского государства. Речь идёт и о Вермахте, речь идёт о Вермахте, речь идёт о Гестапо. Потому что была определённая точка соединения, точка сопряжения между обычными лагерями для военнопленных и лагерями СС. И, во-вторых, не только документы Вермахта, СС, Гестапо и других организаций нацистской Германии нужно изучать. Нужно также изучать все процессы, происходившие во всех лагерях. И для того, чтобы получить истинную картину. И мы постарались именно это и сделать. Но это получится только если действительно очень долго заниматься этой темой. И такие разрозненные материалы один за другим в течение времени изучать и оценивать. И таким образом нам также удалось понять, какую особую роль концентрационный лагерь Маутхаузен играл в этом контексте. И, соответственно, не случайно, он так упомянут в этом издании. И для нас было важно не только результаты нашего исследования зафиксировать, но также и перспективы дальнейших исследований показать в этой книге. Ведь очень многие вопросы остались открытыми, и многие аспекты до сих пор освещены лишь вкратце. Многие детали не выяснены. Есть источники, которые требуют более интенсивного анализа. И вот так мы понимаем наше исследование также как задачу для других исследователей. И таким образом мы, соответственно, об этом упоминали в нашей книге в разных ее местах. Таким образом, мы надеемся, что сумели мотивировать других ученых. И в идеале, конечно же, исследования эти в дальнейшем должны проводиться в сотрудничестве. В сотрудничестве между немецкими и российскими исследователями других республик бывшего Советского Союза. Поскольку для нас важно для того, чтобы провести исчерпывающий анализ, посмотреть с точки зрения разные и учесть их. И, конечно же, материал из источников не только со стороны преступника, то есть со стороны Германии, но также со стороны жертв преступления, то есть советских военнопленных. Мне понятно, что очень мало свидетельств сохранилось бывших военнопленных, но, тем не менее, есть достаточно большое количество тех материалов, которые глазами этих людей описывали происходившее событие. Большое спасибо. Спасибо большое, уважаемый господин Киллер. У нас были небольшие трудности технического характера с переводом. Я поэтому, прежде чем предоставить слово автору книги, господину Райнхарду, хотел бы попросить выступить Владимира Петровича Тарасова, директора Российского государственного военного архива. А в это время наши специалисты, я думаю, все-таки попробуют разобраться, что у нас произошло с переводом. Пожалуйста, Владимир Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить авторов книги и всех нас с выходом русскоязычного издания этой книги. Это, безусловно, поможет нам больше узнать о проблемах военного плена. Я должен сказать, что проблема военного плена – это, к сожалению, та тема, которая нуждается в дальнейшем развитии. По идеологическим соображениям в Советском Союзе долгие годы эта тема не получала того освещения, которое следовало бы сделать. И мы в долгу, прежде всего, пред многими советскими военнопленными, имена которых до сих пор неизвестны. И лишь за последние 30 лет с открытием архивов, с ликвидацией идеологических барьеров появилась реальная возможность для изучения историков. И за этот период появилось много новых публикаций. Эта тема была предметом обсуждения на многочисленных конференциях. И сейчас у нас достаточно много материалов, которые позволяют делать выводы в целом по всем этим темам. Я должен сказать, что, к сожалению, идут годы и остается все меньше в живых реальных свидетелей тех ужасных событий Второй мировой войны. Но у нас, к счастью, есть архивы. Это, прежде всего, российские архивы, в которых сохранились многочисленные материалы по проблемам военного плена, по проблемам и советских, и иностранных военнопленных. Одним из основных хранителей документов по проблеме военного плена является российский государственный военный архив, который я представляю, прежде всего, в той его части, которая до 1992 года называлась «Центральный государственный особый архив». Это был закрытый архив, в котором хранились, прежде всего, трофейные документы, которые Советский Союз получил в результате Второй мировой войны. А также там хранились и хранятся сейчас у нас документы, прежде всего, Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД, НВД СССР. Это порядка двух с половиной миллионов дел. ГУПВИ – это была специальная структура, в ведении которой находились сотни лагерей, рабочих батальонов и спецгоспиталей, разбросанных по всей территории Советского Союза. ГУПВИ ввело учет иностранных военнопленных и интернированных, распределяло их по лагерям, обеспечивало охрану, обслуживание лагерей, наблюдало за состоянием здоровья пленных, санитарными условиями их обслуживания, организовывало использование труда в хозяйственных целях, быт и досуг, а также вело антифашистскую работу среди военнопленных. К системе ГУПВИ относились также и кладбища для захоронения военнопленных. И, конечно, если сравнивать то, как содержались иностранные военнопленные в Советском Союзе, и как содержались советские военнопленные, то это, конечно, огромная разница. Помимо этого, у нас в архиве хранятся фильтрационно-проверочные дела, которые заводились на советских военнослужащих, которые возвращались из плена. И такого рода дела имеются не только у нас, но и в архивах системы Федеральной службы безопасности. И в ряде государственных архивов по регионам Российской Федерации. Конечно, помимо нашего архива документы по проблеме плена хранятся и в Государственном архиве Российской Федерации, и в Центральном архиве Министерства обороны России, и в Центральном архиве и в филиалах Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И все еще у нас остается огромное количество документов, которые нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы получить больше информации о конкретных людях. Я могу судить по количеству запросов, которые мы до сих пор получаем от наших граждан, которые интересуются судьбой своих родственников, близких и хотят знать, где похоронены эти люди. И мы в меру своих сил и возможностей пытаемся, конечно, способствовать получению информации, в которой нуждаются люди. 22 июня 2016 года по инициативе министра иностранных дел России и Германии Сергея Викторовича Лаврова и Франка Вальтера Штайнмара было подписано совместное заявление, в котором декларировалось начало российско-германского проекта по поиску и оцифровке архивных документов советских и немецких именопленных. Я включил звук снова. Извините. Могу продолжать? Да, мы вас слышим, Владимир Петрович, пожалуйста. Хорошо. Проект декларирован по оцифровке архивных документов советских и немецких военнопленных и интернированных. Целью этого амбициозного проекта является установление судеб советских и немецких военнопленных и интернированных Второй мировой войны и наполнение электронными копиями документов и проиндексированными персональными сведениями электронных баз данных в России и Германии. Для реализации этой цели проводится работа по выявлению и изучению соответствующих документов в архивах России, Германии и других стран, а также по их оцифровке. Германская сторона обеспечивает финансирование этого проекта. Для практической реализации создана комиссия, в которую вошли представители Народного Союза Германии по уходу за военными могилами, Германского исторического института в Москве, служба розыска немецкого Красного Креста, Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Корпорации ЭЛАР, Ассоциации военные мемориалы и других учреждений. С германской стороны координатором этого проекта является Народный Союз Германии по уходу за военными могилами. С российской стороны координацию осуществляет Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. При этом Германский исторический институт в Москве и корпорация ЭЛАР занимаются в рамках проекта организации работы в архивах. В частности, в нашем архиве эта работа ведется, и в этом году, в частности, она продолжается. И для реализации мы подписали трехстороннее соглашение с Германским историческим институтом в Москве и корпорацией ЭЛАР. И только в прошлом году мы совместно сумели выявить ранее неизвестные сведения на более чем 100 тысяч советских военнопленных только по документам нашего архива. И в этом году, как я уже сказал, мы продолжаем эту романку. Важное значение в связи с этим проектом имеет договоренность об обмене выявленными данными в России и Германии между партнерами проекта и синхронизация баз данных для обеспечения единого массива информации. Это особенно актуально для нас, поскольку мы до недавнего времени не располагали полными сведениями о документах, посвященных советским военнопленным, которые хранятся в немецких архивах. В этом году нам отрадно, что уже началась практическая передача информации из Германии нам. В частности, мы подписали 25 сентября прошлого года соглашение с Федеральным архивом Германии. И уже в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне посол Германии в Тартас торжественной обстановке передал нам первую партию сведений из Федерального архива Германии. А недавно мы получили вторую партию информации. В целом мы рассчитываем получить сведения на примерно полмиллиона бывших советских военнопленных из Федерального архива Германии, сведений о которых у нас до сих пор не было. Мы очень рассчитываем, что с учетом гуманитарного характера проблемы советских военнопленных и необходимости увековечения их памяти, то, что мы все в большей мере и степени будем приближаться к реализации цели с тем, чтобы у нас как можно больше было информации о судьбе каждого из военнопленных. Хотя понятным причинам установить судьбу именно каждого вряд ли нам удастся, но мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было сведения о как можно большем количестве бывших военнопленных. Потому что, повторяю, мы в долгу перед ними, перед их, так сказать, памятью и подвигом, который они совершили. Спасибо. Я очень надеюсь, что эта книга будет востребована и то, что на основе этой книги мы сможем и дальше двигаться по этому направлению. Спасибо за внимание. Владимир Петрович, спасибо большое за Ваше выступление и за ту системную, постоянную работу, которую вы, ваши коллеги по военному архиву и другие российские архивисты ведете совместно с историками, с архивистами зарубежных стран, работу, направленную на сохранение, на возвращение памяти о наших соотечественниках, участников Второй мировой Великой Отечественной войны. Спасибо. Я хотел бы передать слово автору книги Рейнхарду Отто. Пожалуйста, господин Отто. Спасибо большое. Вам меня слышно? Все хорошо с переводом. Итак, ну, во-первых, огромное спасибо. Когда я слышу господина Тарасова, то мне хочется помолодеть на 30 лет и закрыться на неделю в его архиве. Это было бы прекрасно. Но это мечты. Я также мечтаю о том, чтобы снова увидеться за многими из тех, кто сегодня присутствует на этой презентации. Многих из них, я знаю, уже по 20 лет, и, конечно, каждая встреча – это большая радость для меня. Эти люди очень помогли нам в нашей работе, и без сотрудничества с российскими коллегами мы бы не смогли написать этой книге Тамакина. Госпожа Киселёва, вы нас очень-очень поддержали. Ну, и теперь, после Рольфа и Келлера, я хотел бы сконцентрироваться на содержательных вопросах, которые касаются этой книги. Надо сказать, что мы взяли тему, которую редко берут исследователи. И я хотел бы упомянуть сейчас три такого рода темы. Во-первых, это тема не советских, а иностранных пленных, прежде всего испанцев, которые пребывали в концентрационных лагерях. Надо сказать, что были определенные параллели и взаимосвязи между испанскими и русскими пленными, потому что испанцы ввели в практику много того, чем потом воспользовались российские, советские военно-пленные. Как испанцы попали, допустим, в Маутхаузен, они служили в французских частях и соединениях, и были захвачены в плен. С точки зрения немцев, испанцы были точно такие же большевики и коммунисты, и их преследовали немилосердно. Были ужасающие, конечно, проявления этого преследования. Следующая тема, которую мы также постарались осветить, это тема женщин, которые служили в рядах советской армии. В исторических исследованиях есть разные точки зрения на эту проблематику, и в какой-то момент мы думали, что нам не удастся продвинуться в этом исследовании, потому что многие считают, что женщин сразу расстреливали. Это действительно так во многих случаях, но, тем не менее, не всегда, потому что часто речь шла о медицинском персонале, и этих женщин, этот медицинский персонал, он был нужен. Они могли работать в лазаретах для военнопленных, и они становились санитарками. Но большая часть женщин, которые попадали в плен, их использовали в гражданской службе, потому что с точки зрения немцев, женщине на военной службе делать нечего. Ей просто нет там места, она не должна носить униформу. И эти женщины в лагерях пленных будут только порождать какие-то беспокойства, какие-то смуты. Поэтому старались избегать того, чтобы женщины попадали в концентрационные лагеря. И вот в случае с двумя тысячами женщинами, которые хотели сохранить статус военных пленных, вот их историю мы постарались исследовать. Что касается этой темы, точно так же, как и в случае с испанскими пленными, я думаю, нам удалось сказать кое-что новое в исследовании этого вопроса. Что касается третьей темы, которую мы постарались осветить, это сопротивление. Часто эта тема была воспринимаема несерьезно, и в возможности этого было сложно поверить, но тем не менее 10 лет назад мы начали работать в Маутхаузене, и там мы нашли картотеки 44-го года, которые передавались как раз в Нюрнберге. Я знал, что эти люди находились в лазарете Эббитсбаха. Я также нашел записи Ефима Бродского, советского историка, который писал о том, что в Эббитсбахе была группа сопротивления, и там даже был выявлен шпион. После этого мы постарались реконструировать эту группу, группу, которая представляла собой сопротивление. И в итоге мы сделали действительно очень интересные выводы, о которых как раз рассказывается в книгах. Мы постарались найти лиц, которые участвовали в сопротивлении, и понять, как выглядела вся структура. То есть на карточке было указание рабочего отряда. Потом мы можем посмотреть, что вот здесь, в этом рабочем отряде, был еще и другой человек. Он, допустим, тоже был в этом лазарете. Мы стали понимать, кто с кем мог контактировать. И в итоге получилась целая сеть из 500 человек, которая была разбросана по всей Северной Баварии. И в итоге часть руководящих функций осуществлял генерал Карбышев. Часто не он лично, часто достаточно было его идей, идеи того, что сопротивление могло жить. И благодаря наличию вот такой сети сопротивления, можно говорить о том, что это было серьезное явление. Если говорить о лагере Маутхаузен, это был один из самых ужасных лагерей. И лагерь третьей степени. Там, допустим, работал хирург Николай Кононенко. И он прооперировал сотни человек. Но, что интересно, часть офицеров, которые там побывали, могли бы уже не возвращаться в Маутхаузен. Но они иногда сами хотели туда вернуться. Это действительно удивительно. И потом они возвращались в Маутхаузен. Тоже возвращались или были переведены люди из каких-то других лагерей. И таким образом появилась сеть сопротивления, которая выходила за пределы одного отдельно взятого лагеря. То есть, допустим, если кто-то из Аушвийца попадал в Бухенвальд, он тоже мог рассказать о том, что происходило в Аушвийце. И везде возникали вот такие зацепки, взаимосвязи. Вот, допустим, можно привести пример. Человек, который был переведен из Заксона Хаузена. Он участвовал в власовском движении. И вот как раз об этом человеке пишет Андрей Пирогов, как о человеке очень спокойном. И, соответственно, в Маутхаузене удалось проследить судьбу этого человека, не удалось проследить судьбу этого человека в Бухенвальде. Но, тем не менее, стало понятно, что вот эта вот группа сопротивления или группы сопротивления существовали в разных лагерях. И даже это были несколько групп. Какая-то группа отвечала за вооружение, какая-то за политическую агитацию, за другие вопросы. И таким образом стало понятно, что даже в концентрационном лагере у военнопленных были разные варианты. Они могли коллаборировать с немцами, они могли сохранить нейтральную позицию, они могли участвовать в сопротивлении. Очень сложно оценивать выборы каждого отдельного человека. И вряд ли мы вправе судить их за тот выбор, который они делали в той или иной ситуации. Что еще хочется упомянуть о Маутхаузене? Хочу упомянуть такую фамилию, как Сахаров. Это автор романа. Вот, честно говоря, по поводу фактов, которые приводят он, я сомневаюсь. Просто факты, по-моему, не совсем соответствуют действительности. Но, тем не менее, речь идет о майоре, который был переведен в Маутхаузен. И вот этот майор рассказывал о том, что он участвовал в московской бите, курской, сталинградской. Все одновременно вряд ли было возможно. Но, тем не менее, он попал в движение сопротивления. Я постарался найти этого человека, проанализировав данные Маутхаузена по советским военнопленным. Так вот, оказывается, этот майор был легионером и сражался с немецкой стороны. И попал, вероятно, в Маутхаузен за какие-то провинности и снова получил статус военнопленного. Захаров, я думаю, должен был знать это. Правда, никому об этом и сказал. Почему, я не знаю. Но, тем не менее, мы постарались выяснить, кто же был этот человек. Так вот, его документы до сих пор являются засекреченными. Видите, многое можно делать только совместными усилиями. Много судеб можно выяснить только совместными усилиями. Нам не всегда и все было под силу. Иногда нам не хватало знаний языка, иногда нам не хватало доступа к каким-то архивным документам. И в этом нам очень сильно помогали наши российские коллеги. Поэтому эту книгу надо обозначать как российско-немецкая, российско-геманское издание. Это продукт сотрудничества немецких и российских исследователей. То есть немецкие исследователи могут проследить судьбу военнопленных до 1945 года, российские исследователи — судьбу после 1945 года. И со своей стороны мы тоже открыты для сотрудничества. мы можем, словом и делом, помочь тем людям, которые хотели бы продолжить эту работу. Спасибо. Спасибо большое, господин Нотов. Спасибо за выступление, спасибо и за книгу. Еще спасибо вам за то, что вы приняли приглашение российского исторического общества выступить завтра на форуме уроки Нюрнберга. Завтра работа форума продолжится. Я хотел бы передать слово сопредседателю российского исторического общества, ректору МГИМО, академику Анатолию Васильевичу Туркунову. Спасибо, глубоко уважаемые участники нашей презентации. Я, наверное, тоже хотел бы начать со слов благодарности Райнхарду Отто и Роффе Келлеру за эту очень большую, серьезную, очень важную работу. И, конечно, разговаривалось сегодня о том, что глубоко символично, что она презентуется сегодня, в день, когда начал работать Нюрнбергский трибунал. И вышла в год 70-летия Великой Победы Советского Союза, союзников в войне с нацистской Германией и ее союзниками. Но я вам должен сказать, что я, когда читал эту книгу, я понял, что авторы, господа Отто и Келлер, не просто блестящие исследователи, не только настоящие ученые, но это очень мужественные люди, потому что написать такую книгу и заниматься этой проблематикой, надо иметь четкое понимание того, что эта книга очень нужна людям, и не просто людям, а сотням, тысячам людей, которые хотят знать правду о своих близких, которые прошли через это тяжелейшее испытание. Я вспоминаю поездку в Аушвиц вместе с председателем Российского исторического общества, тогда он был председателем Государственной Думы, и был его визит в Польшу. И в рамках этой поездки мы посетили Аушвиц. Я вам скажу, что пребывание, ну не знаю, двухчасовое, наверное, трехчасовое, оно произвело такое огромное впечатление. Мне казалось, когда мы ходили по Аушвицу, что там камни плачут. И я представляю, какими мужественными должны быть ученые для того, чтобы заниматься этой проблематикой, и до таких тончайших деталей понять всю эту чудовищную систему, созданную нацистами по лагерям уничтожения. Я согласен с Андреем Александровичем, что по существу это форма геноцида, самая настоящая. Недавно, кстати говоря, в Новгороде прошло судебное заседание, которое связано с обнаружением мест массовых захоронений советских граждан, которые были уничтожены во время войны. И суд определенно высказался, юридически высказался, что вот такого рода массы уничтожения носили характер настоящего геноцида. Хотя сегодня, как вы знаете, в международном праве применить на территории Советского Союза эта форма пока не употребляется. Я для себя очень много нового узнал из этой книги. Вы знаете, конечно, мы много знаем, читаем, и как исследователи, да и как просто граждане о Второй мировой войне, о героизме, о подвигах наших военнослужащих. И гордимся этим, конечно, гордимся для нас вообще. Сегодня вот утром была конференция, где выступал руководитель нашего Всероссийского центра изучения общественного мнения. И он сказал, что последний опрос, ну буквально там какое-то время, там назад, месяц назад, относительно того, какое событие в нашей истории XX века вы, граждане России, считаете самым главным, больше 70% сказал, что, конечно, это Великая Отечественная война и победа в Великой Отечественной войне. И это в нашем национальном сознании совершенно устоявшееся понятие. Но вместе с тем, мне кажется, что, я не знаю, там идеологические были причины, скорее всего, это была инерция в свое время еще сталинского понимания военнопленных. Мы ведь о военнопленных говорили очень мало. И, да, конечно, специалисты знали, знали о системе фонцлагерей Германии. В целом знали. Я, откровенно говоря, не знал, что так четко подразделялись лагеря на лагеря Вермахта и лагеря, которые входили в систему СС. Но ведь дело в том, что это коснулось сотен тысяч наших сограждан. Я думаю, что даже не стоит напоминать о том, что в плену в самом начале войны оказались сотни, сотни и сотни тысяч бойцов и офицеров Красной Армии. И я понимаю интерес сегодняшнего поколения, даже молодого поколения, которые хотели бы знать, что происходило с их дедами в этих лагерях, хотели бы узнать, где они захоронены. И то, что движение в этом направлении сегодня осуществляется и что-то сделано, я бы сказал, уже очень многое сделано, это исключительно, как мне кажется, важно. Важно в связи с этим и напоминать о чудовищных преступлениях нацистов, которые, ну, просто все международные конвенции, не просто поигнорировали, а растоптали и конвенцию 1907 года и Женевскую конвенцию 1929 года об обращении с военнопленными. И о том, как они делили, вот вы пишете очень ярко об этом книге, о том, делили наших военнопленных на военнопленных на неприемлемые элементы. Какое было обращение с нашими офицерами, которых они не почитали за офицеров. И вот все эти детали, подробности, которые появились в вашей книге, они исключительно важны. Я вот совершенно согласен с вами, что многие новые моменты, которые высветились в этой книге, вы уже говорили это, и о иностранных военнопленных. Прежде всего, об испанских я тоже обратил внимание на это, когда читал, что это, мне показалось, совершенно новые оценки. О женщинах военнопленных. Это тоже трагическая, драматическая тема, о которой вы сказали. Ну и, наконец, сопротивление, да, у нас, ну, даже в художественном ряду, в предыдущие годы появлялись какие-то кусочки, связанные с фильмом, в частности, в романах, с сопротивлением, которое оказывали военнопленные, находясь в лагерях. Но вы это, во-первых, системно проанализировали, и мне кажется, что дан мощный импульс, в том числе, кстати говоря, и не так давно появившимся фильму, который посвящен Александру Печерскому, который вызвал такой большой живой интерес, и не только в российском обществе. И вот этой книге вы вновь даете мощнейший импульс для дальнейшего изучения этой темы. Ну, и я хотел бы, как историк, как сопредседателя российско-исторического общества, выразить глубочайшее удовлетворение, что так тесно и так кооперативно работали наши архивисты. И хотелось бы, чтобы вот такого рода работа была продолжена. У нас очень много тем совместно, которые мы можем изучать с австрийскими историками, самых разных тем. И я знаю, конечно, какое внимание всем этим сюжетам уделяет Александр Аганович Барьян и Штефан Карнер. Работают они, ну, они вообще пример сегодня для всех, кто работает в совместных комиссиях историков двусторонних. И хочется, чтобы вот эта работа, которая в том числе активно поощряется нашей Российско-Австрийской комиссией, историков активно продолжалась и в будущем. Еще раз хочу спасибо сказать господину Оттам, господину Келлеру и пожелать вам доброго здоровья, берегите себя в это сложное время. И я очень надеюсь, что когда, Андрей Александрович, когда наши коллеги, друзья приедут в Россию, то в программу по сочинскому диалогу вы включите, пребывание по сочинскому, вы включите и выступление в ГИМО. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Уважаемые коллеги, мы работаем уже больше часа. Прошли половину программы, если не считать времени, предполагавшегося для дискуссии. Поэтому я хотел бы предложить по возможности, если вы сочтете это реальным, укладываться в своем выступлении в 5, может быть, 7 минут. И я думаю, что Александр Арганович Чубарьян меня поддержит в этом. Да, пожалуйста, Александр Арганович Чубарьян, сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории, президент Государственного академического университета гуманитарных наук, академик, ну и, конечно, сопредседатель Российско-Австрийской совместной комиссии историков. Пожалуйста. Спасибо, Константин Ильич. Уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы присоединиться ко всему тому хорошему, что было сказано об этой книге. Она действительно имеет очень большое общественно-политическое значение. Но я бы хотел сказать несколько слов о научном значении книги. Первое, что мне сразу приходит в голову, это большой вклад в направление исторической науки, которая сейчас находится на сцене мировой историографии. Это история повседневности. История частной жизни, история повседневности заполняет теперь многие конференции, мировые конгрессы. И в этой смысле эта книга вносит очень большой вклад в повседневную жизнь людей во время Второй мировой войны. Я думаю, вообще это перспективная тема. Причем она касается того слоя людей, которые вот были в нацистском плену. Я думаю, что это большой вклад в разработку этой проблемы. Мы уже имеем ведь тут изданные в Германии солдатские письма, изданные в нашей стране также письма солдатские. И эта книга, которая расскажет о большом слое наших людей, которые находились в воле обстоятельств в плену нацистском, мне кажется, очень важна. Второй момент для науки, который тоже имеет очень большое значение, это проблема человек в истории. Эта книга показывает не просто массив документов, относящихся ко всем военнопленным вместе взятым, но она очень дает индивидуальные портреты. Это ее антропологизм, мне кажется, очень важен для современной науки, чтобы было видно, что война, которая прошла, она затраивала судьбу каждого человека. У нас очень много написано про отдельных людей на фронте, у нас очень много есть о людях, которые были в тылу, на оккупированной территории. И теперь мы можем сказать, что есть большое исследование, касающееся людей, которые оказались в плену. Мы знаем, что люди, которые были в плену, это видно из книг, их судьба, ждала разная судьба, в том числе и в самой Германии, в самом нацистском плену. Многие из них потом были в Ласковской армии. Это тоже предмет для нашего изучения, понять социальный слой людей, обстоятельств, в которые они оказались. Были многие из них, которые были с сопротивлением очень многих, что тоже совершенно новая страница. Наконец, к ним относится и трагическая их судьба, тех, которые вернулись потом в Советский Союз. Третий момент, который я хотел сказать в научном плане, значение этой книги для новых подходов к теме исторической памяти. Об этом уже сегодня шла речь. Я думаю, что это тоже очень важный момент. Историческая память – это не только победы, это не только одержанные успехи полученные, но это и трагедии. И трагедии, особенно когда это относится к теме Второй мировой войны. И в этом смысле эта книга рассказывает о трагических страницах Второй мировой войны. Следующий момент, научный, о котором я хотел сказать, относится и связан в том числе и с отмечаемым сегодня годовщиной Нюрнбергского процесса. Книга и вообще судьба военнопленных и их положение в Германии, она затрагивает проблему международного права. Мы говорим, конечно, Нюрнбергский процесс осудил, естественно, и систему нацизма, и все, что с ней связано. Но есть один элемент, который и до сих пор затрагивает очень многие моменты. В какой мере нарушались принципы международного права? Есть очень большое законодательство, касающееся военнопленных. Оно относится ко всем странам, ко всем народам. И есть организации, которые очень внимательно следят за этим, в том числе и юристы. И в этом плане рассказ о наших военнопленных, об их судьбе, их положении, дает очевидное представление о том колоссальном нарушении всех основ международного права и международных договоров о заключенном поведении с военнопленными, которые существовали и существуют в международной практике. Я думаю, что можно говорить еще и о том, что эта работа вносит большой вклад в понимание и в отношении, конечно, между нами сегодня и нашими коллегами и в Германии, и в Австрии. То, что эта книга издана в Австрии, сейчас мы обсуждаем ее, презентуется, ее происходит с участием наших австрийских коллег, это, конечно, доказательство лишнее того, насколько тесные и насколько важные отношения у нас с австрийскими коллегами. Началось все это, конечно, с книги «Красная армия в Австрии». Это был мужественный шаг, я должен сказать, моих коллег. И после этой книги мы рассматриваем эти непростые темы в очень совместной, активной и хорошей работе. Естественно, мы должны сказать благодарность нашим немецким коллегам, которые и авторам этой книги, но и тем немецким коллегам, которые с нами сотрудничают. Я хотел вам сказать, что сейчас сменилось руководство германской комиссии, германской части совместной нашей комиссии. И уже, вот у меня уже был контакт довольно длительный с новым руководителем комиссии, профессором из Гамбурга. И мы договариваемся сейчас о новых темах, которые могут быть предметом нашего изучения. И в качестве одной из тем, я имел уже договоренность с другими организациями немецкими, немецкие коллеги сами выданную тему до следующего года, 75 лет нападения Германии на Советский Союз. Я думаю, что весь комплекс этих сюжетов и проблем будет составлять содержание наших отношений с Германией. А в заключение хочу сказать, вот здесь Анатолий Васильевич сказал уже о значении комиссии двусторонних. Я думаю, сегодняшней трудной, непростой международной обстановке, вот деятельность таких комиссий и такие моменты, в которых мы присутствуем сегодня, это очень важное событие для укрепления отношений между учеными, между научными работниками, образовательной сфере культуры, которая вносит большой вклад в том, чтобы мы сегодня продвигались по пути сотрудничества. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Иванович. И слово вашему визави, сопредседателю Российско-Австрийской комиссии историков, основателю и многолетнему директору Института по изучению последствий войн имени Больцмана, профессору Штефану Карнеру. Пожалуйста. Господин Карнер, вы нас слышите? Пожалуйста. Ну что же, спасибо большое. Я, пожалуй, скажу буквально два слова. Я думаю, что для историков сегодня особый день, потому что мы презентуем книгу. И эта книга прорвала определенное табу. Табу, которым была тема военно-пленных. И более того, эта книга была издана на русском языке. Это действительно особое издание. И поэтому, конечно, огромное спасибо господину Любинскому, который вложил очень много усилий в то, чтобы эта книга могла появиться на свет. Спасибо российскому историческому обществу. Спасибо форуму «Сочи Диалог». Спасибо господину профессору Фурсенко. Спасибо Сандре Дайк, которая представляет немецкий исторический институт. Вы знаете, этой темой я занимаюсь уже, наверное, 30 лет. И тоже я могу сказать и о господах Отто и Келлере. Это действительно очень основательное исследование. Сегодня я хотел бы подчеркнуть два аспекта. Александр Чубарян, с моей точки зрения, очень правильно указал на научное значение этой книги. И здесь я хотел бы выделить два аспекта, которые мне также представляются очень важными, и которые, может быть, пока что были упущены из вида. Речь идет о том, что этими темами можно заниматься и в будущем. Итак, первый аспект, его уже упомянули, это касается лагерей, которые принадлежали вермахту, находились в вене вермахта, и которые находились практически недалеко от линии фронта. Там содержались военно-пленные между моментом, когда их брали в плен, и моментом, когда их передавали СС или гестапо. Соответственно, советские военно-пленные попадали в эти лагеря, кто-то там погибал. Это действительно очень нелегкие дни или месяцы были для этих солдат, которые там должны были провести какое-то время. Это очень важная тема, и с точки зрения исследователей, это достаточно богатая для исследования тема. Ирина Безбородова, хочу вспомнить свое время, 30, да, где-то 30 лет назад в Российском архиве работал. Господин Тарасов уже упомянул об этом. Так вот, она действительно проделала очень большую работу и создала очень серьезную базу данных. И этой базой данных могли пользоваться немцы, австрийцы, люксембуржцы, французы. Это действительно очень серьезный массив данных с очень большим количеством записей. В свое время возник такой вопрос, а когда мы сможем создать такую картотеку, такую базу данных по русским военно-пленным, какая была создана на российской стороне. И я думаю, что написание этой книги господами Отто и Келлером это серьезный шаг в этом направлении. И еще один момент, который представляет меня очень важным. В Австрии в 1991-1992 годах у нас было 120-130 человек, которые были военно-пленными. Собственно, с ними была проделана определенная работа. И сейчас мы способны также предоставлять информацию по запросам. С институтом Петром Сикселя были обработаны записи по 19 тысячам советским солдатам, которые во время войны и после войны находились в Австрии, которые были там похоронены. Это действительно очень серьезная база данных. Простите, 90 тысяч человек. И места захоронения были зафиксированы. Это действительно был очень большой, очень серьезный гуманитарный проект. И эти данные предоставлены российской стороне. Данные по погибшим российским военнослужащим. Еще один момент, который я также хочу упомянуть. Мы считали только умерших. А что происходило с теми, кто не умер? Уважаемые дамы и господа, это как минимум такое же сравнимое количество тех, кто выжил. Откуда нам получить данные по этим людям? И как сопредседатель нашей совместной комиссии, я думаю, Александр Чубарян, мы с вами еще не говорили об этом, но я думаю, вы согласитесь, потому что вот к этой идее меня побудила сегодняшняя конференция. Я думаю, Александр, что мы в рамках нашей комиссии с помощью российского посольства, с помощью господина Любинского, мы должны дать новый импульс для того, чтобы прояснить судьбу советских военно-пленных, которые присутствовали в свое время на австрийской земле. Нам надо обработать эту информацию. Почему мы можем это сделать? Потому что в Австрии у нас есть очень точная система оповещения, статистика, и мы можем обработать систему медицинского страхования. Они все имели медицинскую страховку. Таким образом, мы можем, я думаю, порядка 200 тысяч документов найти по советским гражданам в Австрии. Александр, если вы не против, я думаю, мы можем в рамках нашего следующего заседания, в рамках заседания нашей комиссии, обсудить также эту тему. И вот к таким размышлениям подтолкнула меня эта книга господа Отте и Келлера. И спасибо им большое за эту работу. Спасибо всем, кто сегодня принимает участие в этой конференции. Спасибо всем, кто помог им в их работе. И спасибо всем тем, кого я сейчас вижу перед собой, потому что мы знакомы уже много-много лет. Мы проделали очень большую работу. Спасибо Ольге Павленко, спасибо Александру Безбородову. Спасибо всем остальным, всем тем, кого я вижу сейчас перед собой. И всего вам хорошего. Оставайтесь здоровы. Спасибо большое, господин Карнов. Спасибо за то, что вы всей своей замечательной энергией способствуете развитию российско-австрийских, гуманитарных отношений, продвижению науки. И ваше выступление напомнило мне о статье, которую президент России Владимир Владимирович Путин написал летом этого года о Второй мировой войне. И там как раз шла речь о том, что, к сожалению, до сих пор не окончательное число потерь. Не до конца мы знаем, не установлена судьба каждого из тех, кто погиб во Второй мировой войне, каждого нашего соотечественника. И президент писал о том, что предстоит продолжить кропотливую работу по восстановлению имен и судеб всех погибших, в том числе, конечно, и военнопленных, и узников в концлагерей. И, конечно, в решении такой общей гуманитарной задачи необходимо широкое международное сотрудничество. Мы, конечно, очень заинтересованы в продолжении такой активной, продуктивной работы с австрийскими коллегами, которая вот сейчас налажена. Вы упомянули члена Совета Российского исторического ректора Российского государственного гуманитарного университета Александра Борисовича Безбородова. Александр Борисович, несколько слов сможете сказать? Спасибо большое, уважаемый Андрей Александрович, уважаемый Константин Ильич, дорогие коллеги. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами, хотя бы и очень коротко. Я считаю, что та книга, которая сегодня презентуется, двух замечательных германских авторов, конечно, выходит за рамки только сегодняшнего обсуждения. Проблемы военного плена в 20 веке – это глобальная проблема современности, это совершенно очевидно. Так же, как очевидно в данном случае высочайшая гуманитарная миссия германских и российских архивов, мы прекрасно понимаем, что сегодня после революционных изменений в архивном деле в России в 1990-е годы интерес у студентов, как российских, так и зарубежных, к этой проблематике огромный. И этот интерес мы сегодня удовлетворяем, двигаясь по пути создания таких монографий, которые носят, безусловно, статус учебных пособий в учебном процессе и гуманитарного вуза, и не только. И эта книга не будет исключением. Это огромный интерес у студентов-источниковедов, археографов, исторических антропологов, военных историков, то есть студентов, которые интересуются военной историей. Все это будет для них чрезвычайно интересно и важно. Я помню прекрасно 1990-е годы, когда замечательный наш друг Штефан Карнер открывал эти страницы. Когда открывались архивы России, это было нелегко и очень важно, что вместе с австрийскими коллегами, как и германскими, мы работали по этой проблематике. Сегодня очень важно и нужно, это просто напрашивается удовлетворять студенческий, молодежный интерес, проводя сравнительный исторический анализ. Ну, мы же прекрасно знаем, что были и германские военнослужащие в значительном количестве, особенно после начала 43-го года, в лагерях на территории Советского Союза. Об этом здесь уже говорилось. И разница действительно разительная. Она разительная в том плане, что начиная с 1943-го года советское правительство предприняло последовательные шаги по улучшению условий немецких, германских военнослужащих в лагерях на территории Советского Союза. Есть серьезный очень пласт архивных документов, а многое предстоит доисследовать, доисследовать, и мы можем убедиться в этом, проведя это сравнительно историческое исследование. Я думаю, что это можно вполне сделать. Несмотря на то, конечно, что не всегда этих шагов на территории СССР, конечно, было достаточно. Я считаю, что мы господина Рейнхарда Отто и Рольфа Келлера с помощью Андрея Александровича, при вашем посредничестве, при вашей помощи и помощи Константина Ильича, пригласим в какое-то ближайшее время после снятия пандемических ограничений в Российский государственный гуманитарный университет, и мы с огромным удовольствием проведем любой формат общения с ними здесь, в РГГУ. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Александр Борисович. Обязательно это сделаем, тогда, когда обстановка позволит. Ну, эти вот уже говорили сегодня о том, как менялось отношение к военнопленному в нашем обществе. Упоминал Анатолий Васильевич историю с замечательным фильмом «Цебибор». Я должен напомнить, что действительно, даже перед выходом этого фильма была такая серьезная, достаточно глубокая общественная дискуссия. требовалось переломить вот такой остающийся, действительно, как-то инерционно сохраняющийся негатив по отношению к военнопленным, которые вроде бы уже и не виноваты, но все равно казалось, что что-то с ними не то. И вот тогда под председательством Сергея Евгеньевича Нарышкина прошел круглый стол. Я считаю, это такое было знаковое сабезе, посвященное судьбе военнопленных. И там, наверное, вот впервые в нашей современной истории в России было ясно и четко сказано, что и обстоятельства попадания в плен, и модели поведения в плену были абсолютно разными. И после этого вышел при поддержке Российского исторического общества и Фонда истории Отечества фильм «Собибор». И у истоков всего этого стоял Илья Юрьевич Васильев, председатель управления Фонда памяти Александра Печерского, который был уже на этой волне и создан. Илья Юрьевич, сегодня с нами в Доме Российского исторического общества. Пожалуйста, вам слово. Я хотел бы поблагодарить сочинский диалог Андрея Александровича Фурсенко, поблагодарить Российское историческое общество, поблагодарить посла Российской Федерации в Австрии Дмитрия Генчевича, что этот день, выход этой книги, что все это стало возможным в такие рекордно короткие сроки и в таких сложных условиях. Большое спасибо авторам, которые взяли на себя такой труд, за который историки не брались несколько десятилетий. Благодаря Фонду истории Отечества мне удалось познакомиться с одним из авторов, с Рейнхардом Отто. Мы снимали его для фильма «Непокоренные», посвященному сопротивлению в нацистских концлагерях. И я не могу не отметить, помимо того титанического труда, который был вложен им в создание этой книги, не могу не отметить также их общественную деятельность, которая связана с восстановлением памяти о забытых концлагерях, в которых содержали советские военнопленные, в том числе большого лагеря, в Штухенборке, ну и некоторых других вещей. И это очень большая их заслуга в том, что они на территории Германии занимаются тем, чтобы восстановить память о погибших в этих лагерях советских военнопленных. В этом году, в связи с годовщинами, сначала с годовщиной освобождения Освенцима, потом с годовщиной окончания Второй мировой войны, с 9 мая было достаточно много таких сообщений, в которых роль Советского Союза, роль Красной Армии в победе, в освобождении их концлагерей была представлена в несоответствующем объективном данном, в словах, формулировках и так далее. Даже в связи с освобождением концлагеря из Химхаузен, Российское историческое общество вместе с Российским военно-историческим обществом выпускало специальное заявление, поскольку на церемонию не был приглашен российский представитель. В этом отношении наш фонд занимается сопротивлением в концлагерях, мы внимательно отслеживаем, как выходит официально от мемориалов в бывших концлагерях. Я должен отметить, что в большинстве выступлений, которые были посвящены в этом году освобождению, советские военнопленные не упоминались. То есть, когда говорили о том, кто погиб в концлагере, упоминались европейские евреи, упоминались свидетели его, упоминались цыгане, упоминались сексуальные меньшинства и другие, как бы как социальные группы. А советские военнопленные не упоминались. И в этом смысле выход этой книги, он очень важен. Так сказать, вообще отношение к советским военнопленным в официальных институциях, которые призваны заниматься концлагерями, оно вызывает у нас некоторое изумление. Вот в частности, в 20-м, в мемориале Маунхаузена, сегодня говорили об этом восстании в 20-м блоке, ни в информационных буклетах, ни в информационных стендах ничего нету об этом восстании. Мы очень надеемся, что та работа, которую проводит Дмитрий Евгеньевич Любинский, посол Российской Федерации в Австрии, она принесет плоды и такие... И память о героических офицерах, которые подняли это восстание, займет достойное место в экспозиции и в информационном сопровождении мемориала. Вот. Ну, я хотел бы закончить на том, что хочется очень надеяться, что вот эта большая важная книга, которая выпущена мемориалом Маунхаузена, которая сейчас переведена на русский язык, она станет важным шагом в конституировании представления о советских военнопленных, как у второй послеевропейских евре пострадавшей категории погибших, потому что советских военнопленных, по последним данным, погибло не меньше трех миллионов. И они должны... К сожалению, сегодня они находятся на периферии общественного интереса, общественного сознания в европейских странах. Я очень надеюсь, что эта книга позволит изменить это положение. Спасибо большое. Спасибо большое, Илья. И я хотел бы передать слово Сандре Дальке, директору Германского института в Москве, Германского исторического института в Москве. Пожалуйста, госпожа Дальке. Большое спасибо, Константин Ильич, уважаемый господин посол, уважаемый господин Кемер, уважаемый господин Ото, дорогие коллеги. Я очень рада возможности сегодня здесь приучаствовать в представлении российского издания этого важного исследования господина Келлера, господина Ото и выступить от имени Германского исторического института в Москве. Господин Келлер, господин Ото сейчас, через 75 лет после окончания войны, должна сказать, наконец, судьбу советских военнопленных в немецких концентрационных лагерях исследовали. И давно пора было провести такое исследование. И, соответственно, это связано также с большим интересом, с которым эта книга в Германии и в Австрии была встречена. И это видно также по той быстроте, с которой был сделан перевод на русский язык. И эти работы по исследованию переводу также наглядно дают нам понять, что такая всеобъемлющая проработка истории Второй мировой войны возможна только в рамках международного сотрудничества. И в этой связи и российско-австрийское, и германо-российское сотрудничество, и господин Калма уже об этом упоминали. И заслуга этого исследования господина Келлера, господина Ото заключается не только в том, что они проработали множество источников российских, германских и других архивов разных стран, и преступная политика нацистского режима и вермахта в отношении этой группы лиц, они детально и всеобъемно проработали. И, конечно же, помимо прочего, показано, что обращения с советскими военнопленными входят в число крупнейших преступлений Второй мировой войны. Авторы одновременно показывают, причем очень впечатляющее, что за номерами военнопленных вот этой системы концлагерей стоят живые люди и их судьбы. И тем самым, в первую очередь, господин Ото, кстати, в своем выступлении об этом упомянул. Есть группы людей, которые вот в исследованиях и воспоминаниях еще очень мало им было уделено времени. В первую очередь, это женщины, служащие в Красной армии и члены повстанческих организаций, организации сопротивления. Институт, который на час своего учреждения занимается многочисленными аспектами Второй мировой войны, видит в этом исследовании подтверждение и одновременно стимул. Это в особенности, конечно же, касается немецких военнопленных, советских военнопленных интернированных лиц. И как господин Тарасов уже упоминал, в июне 2016 года было подписано совместное заявление министров иностранных дел Германии и России. Цель заключается в том, чтобы все советские военнопленные получили свои биографии и тем самым внести серьезный вклад в выяснение их судьбы. Совместно с российскими партнерами Германский исторический институт в Москве занимается изучением документов о советских военнопленных в российских, немецких и международных архивах. И мне хотелось бы от всей души нашего российского партнера поблагодарить господину Тарасову, госпожу Деравую, которые занимаются этими проектами в российском военном архиве, в государственном архиве с таким энтузиазмом. Из Германии немецкий партнер, бывшее справочное бюро вермахта, сегодня которое расположено в федеральном архиве, в этом году впервые передало материалы российским партнерам. И как раз об этом господин Тарасов также уже упоминал. В проекте содержатся материалы из фонда саксонских мемориалов, которые также господин Келлер, господин Отт, в том числе, это была их инициатива. Проект по советским военнопленным интернирам также в тесном сотрудничестве с международными исследователями должен вестись и привести к успеху. И, как вы все знаете, также в отношении других вопросов из этого округа тем, в частности, использования труда и также в дебатах о масштабах этого плена, вот уже давно в работах господина Келлера и господина Отта также эти вопросы освещаются. И я хочу и господина Келлера и господина Отта за их вклад в изучение этой очень сложной проблематики искренне поблагодарить и за их важнейшее исследование от имени Германского исторического института в Москве, поздравить их с завершением их труда. И я думаю, что наша совместная цель заключается в том, чтобы подробную информацию обо всех советских военнопленных получить, об их, в том числе и для родственников. И это важная тема, советские солдаты и офицеры в немецком плену не должна являть собой белое пятно в международной исторической науке. Их судьба, как сказал федеральный президент Йохим Гаук несколько лет назад, не должна попадать в тень воспоминаний. И в этой связи Германский исторический институт, руководство института, но также и команда нашего проекта в эту книгу «Советские военнопленные в системе концлагерей». Надеется, что найдет эта книга в России широкое распространение и что будет читаться. Я очень рада сотрудничать с вами и со всеми присутствующими здесь партнерами. Огромное вам спасибо. Спасибо большое, Сандра, уважаемые господатели. Мы в российском историческом обществе тоже получаем очень большое удовольствие от сотрудничества с германскими историческими институтами Москвы. Но мы приближаемся понемногу к завершению нашего круглого стола, нашей презентации. Но нельзя не сказать о том, что невозможно было бы в столь короткие сроки выпустить книгу без самоотверженного и очень квалифицированного труда переводчиков, научных переводчиков. Я поэтому хотел бы попросить несколько слов сказать Леонтия Владимировича Ланника, научного сотрудника Института всеобщей истории Российской Академии Наук, переводчика книги. Пожалуйста. Да, спасибо. Я надеюсь, меня слышно. Да, мы вас слышим и видим хорошо. Ну, во-первых, всем добрый день. И российским, и, конечно, и родственным коллегам, и хотелось бы присоединиться к благодарности всех уже выступающих к многочисленным организаторам этого проекта на разных его стадиях. Но чтобы не вдаваться в повторение, мне бы хотелось еще и напомнить о вкладе моего напарника по работе Николая Власова, с которым мы пополам разделили этот труд. Мы постарались вложиться в действительно довольно жесткие сроки. Я могу дать что-то вроде недостающего предисловия переводчика данной книги или переводчиков. Нам удалось более или менее сделать это в том числе потому, что мы понимали, что, наверное, это наш вклад в 75-летие Победы. Хотя эмоционально действительно это порой было очень непросто. Потому что здесь уже говорилось об отдельных сюжетах. И, конечно, я хотел бы отметить, и как его очередь тоже, ту манеру, в которой написана книга. В ней нет места чрезмерным эмоциям. В ней нет места, может быть, излишним восклицаниям. Но представленные, может быть, максимально деловито истории отдельных лиц и, может быть, иногда даже леденящий душу ужас такого чиновничьего обращения с жизнями, главное, со смертями многих людей, он производит впечатление намного сильнее, чем пафосные речи. Я со своей стороны порой преподаю и, в общем, некоторые истории оттуда позаимствовал. И они возымели отклик у той молодежи, которая, казалось бы, столько всего слышит и, тем не менее, зачастую остается не очень восприимчивой. Но рассказанные там отдельные инциденты, они не могут оставить равнодушными никого. Ну и, разумеется, хотя я и мой напарник, мы не специалисты по Второй мировой войне, я занимаюсь первой, а коллега Глассов вообще в бисмарковской Германии. Тем не менее, разумеется, мы оба знали просто по заглавию и по авторам, насколько серьезной книги мы будем иметь дело. То есть работы по результатам 30-летних исследований обоих авторов были известны и нам тоже. И это, конечно, тоже дополнительно мотивировало. И надо сказать, что мы оба убедились в том, что это своего рода образец. Образец, как надо работать. Образец, который стоит учесть и российским историкам. Я имею в виду и целеустремленность, и способность преодолевать любые границы, языковые трудности и определенное умение изложить материал без напрасной траты объема и прочего. Разумеется, хотелось бы увидеть, может быть, поучаствовать в дальнейших исследованиях в данном направлении, потому что мне кажется, что даже эта книга при всем огромном впечатлении скрывает далеко не все проблемы. И, конечно, было бы интересно, если бы в рамках более масштабных научных институций данные конкретные результаты были поставлены в более широкий контекст. То есть, ну, например, опять же, мне как специалисту было бы интересно нечто аналогичное увидеть когда-нибудь о судьбе военнопленных в Первой мировой войне, поговорить лишь не раз о континувитете, об оккупационных режимах, о том, как отразился тот или иной опыт Первой мировой войны на Второй и прочее. И, конечно, хотелось бы призвать коллег, тем более, что у нас максимально представительный, мне кажется, форум, хотелось бы призвать коллег к рецензированию. Я свои подарочные материалы уже раздал и непосредственному начальству, и тем специалистам, кого лично знаю из российских коллег, попросив откликнуться. И, разумеется, если бы не пандемия, этот круг был бы шире. Я надеюсь, что и издательство, которое максимально, мне кажется, продуктивно, внимательно, терпеливо, я имею в виду, к переводчикам, участвовало в этой работе, оно, в общем, поможет в этом отношении. И мы еще увидим рецензии и германские, и австрийские, и российские, и, наверное, из других бывших стран Советского Союза. Специалисты есть. Переводчик хотел бы лишний раз всех призвать к именно транзиту между странами, между языковыми пространствами тех действительно впечатляющих исследований, которые ведутся. То есть для этого многое делается, но остается сделать еще больше. Ну, и, наверное, чтобы наутомлять публику, еще раз большое спасибо всем разным организациям на разных этапах, и, в первую очередь, конечно, авторам. Для меня была большая честь сделать свой вклад в писсию несколько неожиданных. Самоотверженность и целеустремленность, с которой вы работали в течение этого срока с вашим напарником, и за то, что вы в этом коротком выступлении так четко и конструктивно обозначили, возможно, направление дальнейшей работы, я думаю, что вас поддержат в этом не только непосредственно начальство, но и все российское историческое общество. Уважаемые коллеги, мы прошли обязательную часть в соответствии с нашим регламентом. У нас была в программе заложена дискуссия, но я считаю, что, в общем, она состоялась, и мы в ходе наших выступлений обменялись проблемами, которые в ней подняты. Но, тем не менее, я хотел бы спросить, кто-то еще, возможно, хотел бы выступить, что-то добавить? Да, я хотел бы... Да, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. Нет-нет, я Павел Полян. Да, пожалуйста. А потом Дмитрий Евгеньевич Любинский. Я, во-первых, коллеги, тоже хочу начать с праздничной ноты, поздравить авторов и читателей этой книги по-русски с ее выходом. Это действительно важное исследование. Я авторов знаю почти те же самые 30 лет и читал их, постоянно читаю, и по-немецки. Эту книгу знаю в немецком оригинале. К сожалению, пока. С чего хочу начать? Значит, я хочу присоединиться к высказываниям коллег Тарасова и Таркунова. Нам действительно не стоит забывать того, что вот проблематика военнопленных к нам пришла после многодесятилетнего табу на эту тему. Только в конце 80-х, в начале 90-х годов это табу было снято. А до этого мы довольствовались только работами по сопротивлению военнопленных. Причем военнопленных, главным образом, в концлагерях, в разных лагерях, в том числе или военнопленных. И тут, естественно, имя Ефима Бродского, наверное, центральное. Это верно. Но надо сказать, что как бы это жертвы военнопленные, как жертвы немецкого лагерного режима. Обязательно надо помнить и о том, как встречали военнопленных после их репатриации. И также о том, что даже вот недавно, в 90-е годы, еще в начале 90-х, чем в 2000-х, именно военнопленные, когда начался гуманитарный процесс выплаты компенсации принудительным рабочим и так далее, военнопленные были подвергнуты, в общем, самой настоящей дискриминации. Поэтому не только жертвы док-диртатур, но и жертвы нескольких демократий, которые сделали все в некотором таком согласии друг с другом. Не было лоббистов ни с российской стороны, ни с украинской, ни с белорусской. Это уже были автономные фонды. Ну и не было... Ну, как бы были лоббисты, ученые, историки, Штрайд и другие, многие другие. Но правительство Германии не сделало вид, что советские военнопленные такие же военнопленные, как английские, американские, французские, польские, ну, допустим, военнопленные, и исключило их с процесса компенсации. И это очень печально. Также являются они некоторым жертвой вот тут коллега Васильев отказывается мониторил проспекты и сайты разных канцлагерей, музеев, музейных комплексов канцлагерей, и установил, что как-то забыли они упоминать военнопленных среди категорий тех лиц, которые там содержались. Ну, друзья, у нас на территории России, я уже не говорю о бывшей территории СССР, где Украина, Прибалтика и Белоруссия и Молдавия, были десятки лагерей, дулагов, шталагов, но у нас нет ни одного мемориального комплекса, ни одного. У нас есть несколько памятников, слава богу, да, сказать, в Вязьме, в Порхове, кстати, по инициативе Автодора. Это хорошо, это как бы шаги, но, в общем-то, нам надо было бы об этом прежде всего поговорить, что память военнопленных не мемориализована на территории Российской Федерации практически никак, если не считать этих монументов. Вот. Должен также отметить колоссальную роль тех проектов, которые в свое время, международных проектов, инициировал Хлега Карнер. Вот его гуманитарные и научно-гуманитарные устремления, те базы данных, которые с помощью архивистов и коллег-историков он составлял, которые принесли ясность десяткам тысяч семей бывших военнопленных и интернированных в Австрии, в Германии. Это, конечно, тоже был очень мощный импульс, который, ну, в общем-то, в этом контексте, в контексте изучения судьбы, судя по военнопленным, очень важен. И много о книге. Я ведь сказал уже, что авторов я наблюдаю давно. Это очень цепкие, самозабвенные, целеустремленные исследователи. Может быть, в этом контексте было сказано, что книга Отто и Келлера не брыжет эмоциями, но он должен указать на другую книгу Райнхорда Отто о Моисея Чемкине. Замечательная совершенно книга, где коллега Отто позволяет себе быть эмоциональным. И это действительно поразительная судьба советского военнопленного еврейского происхождения, который был, ну, просто обязан был быть, вот по всем обстоятельствам, которые касались бы других, быть расстрелянным, но как-то уцелел. И вообще и несколько раз ему такое везение выпадало. Это очень замечательная портретная книга. Я главный, ну, как сказать, я вот действительно наблюдаю эту работу и должен тут также поправить в некотором смысле, так сказать, вот та база данных ОДБ «Мемориал». Это в значительной степени инициатива моя. Я ее впервые сформулировал и в совместном докладе с Виктором Мухиным, тоже сегодня упоминавшимся, озвучил на одной из конференций саксонских мемориалов в Дрездене. И я очень рад, что эта идея так или иначе реализовалась. Она могла бы быть реализована несколько лучше, но реализована, тем не менее, очень хорошо. И она является действительно основой того, что десятки, уже просто не сотни тысяч, а, наверное, миллионы, я не знаю, число посещений этой базы данных, но это для очень многих людей стало источником и семейных новых каких-то, так сказать, сведений о членах своей семьи, ну и для исторического комментария. И последнее, о чем я скажу, что как раз вот было произнесено, вот, ну вот просто покажу вот эту книгу, тем, кто занимается историей военного плена, она хорошо известна, красноармейцы в немецкой, ну, под немецкой рукой, под немецким, как бы сказать, вот, управлением. Отравно явление, что эта книга, вот почти тысячастраничная, составители Андреас Хильгер, Рюдигер Верманс и я, значит, она сейчас переводится и через некоторое время, через год с небольшим, также должна выйти по-русски. Это очень важный, фундаментальный источник именно нормативных актов, документов, не эго-документов, а именно нормативных актов, как немецких, так и советских, российских, если говорить о репатриации, которые послужат, безусловно, сказать, когда она появится по-русски, а она в России на русском языке еще важнее, чем в Германии на немецком, это тоже будет один из очень хороших импульсов. И последнее, самое последнее, также еще укажу и подскажу. Вот на эту книгу, эта книга «Если только буду жив, 12 дневниковых военных лет». Значит, здесь собраны дневники, написанные разными участниками войны, и астарбайтерами, и коллаборантами, и басабистами, и пережившими оккупацию, значительная часть, почти половина этих дневников так или иначе связаны с военнопленными. Четыре или пять дневников так или иначе связаны с ними. И это тоже, наверное, она книга выходит в январе, в издательстве «Несторая история», рекомендую ее тем, кто собрался сегодня по проблематике военнопленных, интересуется этим. Вот, я еще раз и еще раз поздравляю коллег, замечательное событие, в добрый час, и думаю, что их потенциал научный еще не исчерпан. И нас ждут еще впереди другие издания, и в частности энциклопедия «Лагерей для военнопленных», в которых коллеги участвуют, тоже, ну, насколько я знаю, в скорости появятся, не знаю, в будущем году, по всей видимости. Спасибо за внимание, поздравляю всех. Спасибо большое, Павел Маркович. Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич Любинский. Спасибо большое. Я хотел бы в порядке резюме отметить буквально пару моментов со своего угла. Мне кажется, что сегодня состоялась очень содержательная, интересная и полезная дискуссия. Выход этой книги и на русском языке открывает определенную новую страницу. Исходя из главного принципа, о чем я упоминал, культура и исторической памяти не должна оставлять равнодушных и не должна оставлять белые страницы. Вот мы совместно в этом направлении двигаемся. И мне очень понравилось то, что у нас совершенно четко вырисовывается продолжение. Об этом говорили и сопредседатели Российско-Австрийской комиссии историков и Штефан Карнер и Александр Анатольевич Чубарьян. И мы в понедельник уже продолжим это обсуждение. И мне кажется, что это вообще одна из характеристик российско-австрийских отношений за достаточно длительный уже период. Там, где возможно, несмотря ни на какие сложности, мы продвигаемся вперед. И даже на нынешнем непростом этапе. И складываются такие удачные форматы сопряжения. Вот у нас год назад появился сочинский диалог. Прекрасное, очень важное начинание. Но сочинский диалог уже начинает хорошо взаимодействовать с существовавшими наработанными механизмами. Связка комиссии историков, сочинский диалог, я уверен, очень будет иметь полезное продолжение. Спасибо всем огромное и берегите себя. Спасибо большое, уважаемый Дмитрий Евгеньевич. Но, уважаемые коллеги, мы исчерпали время. Я как модератор должен попросить прощения у тех, кто хотел бы тоже сегодня выступить, но не успел. Я думаю, что мы обязательно, если у вас будут письменные материалы, разместимые на сайте Российского исторического общества, и в нашем печатном органе, вестнике Воронцово-Поле, будет подробный отчет дан на сегодняшней презентации. Я хотел бы только одну вещь сказать в завершение. Вот недавно, совсем недавно, появилась вот эта концепция геноцида, геноцида советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня об этом достаточно подробно утром говорили на пленарном заседании форума уроки Нюрнберга. Завтра, я думаю, разговор продолжится. Сегодня здесь озвучали эти отсылки к этой теме. Видно, что, несмотря на то, что эта концепция появилась совсем недавно, с каждым днем она приобретает сторонников. Речь действительно, наверное, может идти о геноциде, просто по факту проживания на данной территории, по факту советского гражданства, принадлежности к Советскому Союзу. Но книга, о которой мы сегодня говорили, она, безусловно, нас обогатила, она значительно пробегает вперед мировую науку, потому что это передний край мировой науки. Уважаемые коллеги, спасибо огромное всем, кто принял участие в сегодняшней презентации. Всем в первую очередь хотелось бы пожелать здоровья. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.